Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева. Смотрите сегодня в Информбюро. Особый порядок. В Казахстане ввели новые правила распределения мест в студенческие общежития. Что изменилось? Я живу в общежитии уже третий год. За кем приоритет? Голодные дети с синяками и ссадинами. Из неблагополучных семей в Алматинской области забрали 15 детей. Проведено медицинское обследование 901 ребенка. Госпитализировано 16 детей. Какую картину увидели прокуроры? Почему раньше участковые и органы опеки бездействовали? Затягивали со сроками? Почему в управлении сельского хозяйства вместо двух недель месяцами рассматривали заявки на субсидии? С мая месяца на рассмотрение находились более 800 заявок. Какой ущерб причинен аграриям? И восстановили ли справедливость? В Казахстане осложняется ситуация с корью. Болеет уже больше 17 тысяч человек. В зоне риска оказались непривитые взрослые и дети возрасте до 5 лет. Сейчас вспышка опасной болезни зафиксирована почти во всех регионах страны. Лидируют Шимкент, Алматы и Жамбылская область. Дети попадают на больничные койки из-за отказа их родителей от вакцинации, заявляют медики. Тему продолжит Динара Нургалеева. Эпидемия кори наблюдается в 167 странах мира. Не исключение Казахстан. Воздушно-капельным путем в нашей стране уже заразились свыше 17 тысяч человек. Большая часть заболевших – это непривитые дети. По словам специалистов Минздрава, в период пандемии коронавируса юные казахстанцы не получили вакцину от кори. Из-за этого на больничных койках оказались малыши до 4 лет. В реанимации находится 30 детей. 15 детей – это дети, которые до года. Состояние 15 детей в реанимации тяжелое. Корь крайне заразна. Симптомы этого опасного заболевания начинаются с высокой температуры под 40, далее наступает насморк, сухой кашель, покраснение глаз, головная боль. И только через несколько дней появляется сыпь. Сначала на лице, а после по всему телу. Самому маленькому пациенту в этой реанимации всего 6 месяцев поступил он вчера. По словам врачей, чаще всего в это отделение попадают невакцинированные от корей дети. Без специальных средств индивидуальной защиты сюда никого не пускают. Столичный стационар переполнен. В детской инфекционной больнице Астаны лежат около 200 кривых детей, и 6 из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как поражение головного мозга, абсцесс, легких и глухота. В зоне риска это дети до 18 лет, но сейчас и наблюдаются случаи, и взрослые тоже болеют. Они могут заразиться везде, тем более учесть, что по городу идет вспышка. Самая главная профилактика кори – это вакцинация. И еще раз, чтобы родители своих детей вакцинировали. Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Ажар-Гиньят сообщил о дополнительном закупе вакцин. В декабре в страну ожидается поставка 1 миллиона доз привить вакцины своим детям. Родители смогут бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. Динара Нургалиева, Дидар Ильев, Информбюро, Астана. В Алма-Атинской области прокуроры забрали у недобросовестных родителей 15 детей. Всего же по результатам совместных рейдов к административной ответственности привлекли больше 50 родителей. В некоторых случаях вмешательство помогло сохранить малышам жизнь. Подробнее расскажет Екатерина Белоусова. Мобильная группа посетила порядка 400 семей. Во время рейда выявили сразу несколько просто ужасающих случаев. В одной семье 6-летний ребенок из-за голода находился в истощенном состоянии. Не разговаривал и не мог ходить. Его экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом двухсторонняя пневмония, где ему оказали медицинскую помощь. Еще в трех семьях дети подвергались побоям со стороны отчимов. Органами полиции в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. У недобросовестных родителей отобрано 15 детей. Суд подано 7 исков об ограничении родительских прав. Оказана материальная помощь 86 семьям в виде продовольственной корзины угля и теплой одежды детям. Проведено медицинское обследование 901 ребенка. Госпитализировано 16 детей. В Национальном институте гармоничного развития человека отмечают, что нам уже давно пора переходить на зарубежную модель профилактики таких случаев. Другими словами, таким семьям нужна прежде всего психологическая помощь и сопровождение специалистов на протяжении 3-5 лет. Тогда 80% из них возвращаются на уровень самодостаточности. Однако важно не упустить первые признаки. И здесь общество должно проявить свое небезразличие. Такие семьи нужно выявлять, они сигнализируют и показывают уже на ранней стадии, на раннем этапе. Есть небольшие звоночки, да, он пришел сегодня неопрятный, он сегодня не готов, он жаловался, что он не кушал. Либо там проходил кто-то возле дома, услышал шум, увидел в каком-то непонятном состоянии родителей. То есть, если на этих этапах начинать, то эффект, конечно, он будет быстрее, лучше. То, что в регионах появились уполномоченные по правам ребенка, в корне проблему не решает, говорят эксперты. Специалистов, кто будет выявлять эти звоночки, не хватает. Потому и заглянуть в глаза страдающему ребенку из-за большой нагрузки учителю или одному школьному психологу просто нереально. Опекунские органы, которые находятся в стране, их очень мало. Если в городе Алмате 2,5 миллиона людей, то, ну, наверное, 800-900 тысяч – это только дети. И получается, что на одного специалиста где-то по полторы тысячи, по две тысячи детей он не может, он не в состоянии быть надзором и быть помощью над этими детьми. Потому что он просто физически не может это сделать. Потому что в семье очень много неблагополучных. Печально, но факт, что подобные случаи плохого обращения к детям регулярно выявляются по всей стране. Чтобы прекратить тенденцию, необходимо уделить данному направлению более пристальное внимание, говорят специалисты. Екатерина Белоусова, Информбюро. В Каскелине изменили целые русла реки для строительства многоэтажного жилого комплекса. Застройщик, зная о губительных последствиях для природы, начал менять ландшафт. Вот только достроить дом, судя по всему, не удастся. За дело взялись прокуроры. И таких ЖК, которые возводят незаконно, в Алматинской области около 20. Елеман Рейнбеков продолжит тему. Антилидер по незаконной стройке – город Кунаев. Там высшие надзорные органы приостановили работы на 11 объектах. Также 5 в Карасайском и 3 в Толгарском районах. Одно дело, когда нет разрешительных документов. Другое, когда разрешение выдано незаконно. Теперь прокурорам предстоит вернуть 48 земельных участков, которые незаконно выделены под ЖК. И для меня даже странно, почему такие органы, как Горостройконтроль, ГАСК, по идее, если я начинаю, они через 5 минут стоят возле уже моего забора. Не может быть, чтобы наши госорганы не знали о том, что данные строительства ведутся незаконно. Поэтому нужно уже на начальном этапе пресекать незаконное строительство. Из-за проблем с документами застройщиков будут сложности у дольщиков. Особенно у вкладчиков 23 областных ЖК, которые продавали квартиры без разрешения уполномоченных органов. Люди принимают решения в отделе продаж, даже не ознакомливаясь с пакетом документов самого застройщика. То есть, как минимум, нужно начать с проверки госакта на земельный участок. Проверить, есть ли он в частной собственности, на кого он оформлен, какое целевое назначение. Есть ли там в целевом назначении, указано ли строительство многоэтажного жилого дома или какая-то другая недвижимость, которую там собирается построить застройщик. С каждым из проблемных объектов будут разбираться в судебном порядке. Елеман Раймбеков, Влад Шишко, Информбюро. В Казахстане изменили правила распределения мест в общежития вузов. Теперь дети, оставшиеся без попечения родителей, войдут в первую категорию. Для некоторых студентов будет предусмотрена и социальная помощь. Какие еще есть новшества и позволят ли они решить проблему нехватки мест, расскажет Анастасия Новикова. Студентка третьего курса Маргарита Утигин учится на гранте по специальности архитектура и строительство. Поступать в Шымкинский вуз девушка приехала из Туркестанской области и без проблем получила место в общежитии. Я живу в общежитии уже третий год. Проблем не было. Меня сразу заселили. Мне все нравится. Распределять места в общежитиях Казахстана теперь будут по-новому. Если раньше учащиеся дети, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, находились во второй категории по распределению, после внесения изменений эту категорию сделали приоритетной, первой. Кроме того, некоторым студентам, проживающим в общежитиях, будут оказывать ежемесячную социальную помощь. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой-второй группы или инвалиды с детства, для них предусмотрена компенсация в размере не превышающей 29-месячных расчетных показателей. Это где-то 100 тысячи пятьдесят тенге в год. Проблемы с расселением в общежитиях в Казахстане возникают ежегодно. Мест для всех, особенно в крупных городах страны, не хватает. Студентов становится все больше. Общежития строить не успевают. В этом году для учащихся даже сняли хостелы. По словам общественницы, Гульнар Умаровой стране нужна новая программа обеспечения жильем студентов, которая бы решила сразу две проблемы, а не одну. Нужно делать какие-то программы для того, чтобы студенты уже могли сначала, наверное, как арендное жилье, а затем они могли это выкупить для того, чтобы специалисты оставались в тех регионах. Или же, допустим, программы должны для молодых специалистов после окончания. По данным Министерства просвещения, с начала этого года в стране построили шесть общежитий. До конца декабря в эксплуатацию в разных городах страны введут еще столько же студенческих домов. Анастасия Новикова, Наран Абдиев, Абзал Требеков, Информбюро. В Индии заблокированные в туннели рабочие уже через несколько часов могут оказаться на свободе. Чтобы их вызволить, спасатели раскопали уже больше 50 метров обломков и горной породы. Осталось меньше 10. Но чем ближе спасение, тем более неустойчив слой почвы. А то неловкое движение может стоить людям жизни. Или же придется начинать все сначала. А это может занять не меньше месяца. 41 человек оказался в плену после обрушения части строящегося туннеля. Путь на поверхность отрезан. Рабочие ждут спасения уже 17 дней. Спасателям удалось провести к ним трубу, через которую сбрасывают еду, воду и лекарства. А также поддерживают связь. Сообщается, что все рабочие живы. Теперь спасателям предстоит самая сложная и опасная часть операции. Прокопать оставшиеся несколько метров. Чтобы не вызвать обрушение, придется отказаться от использования бура и копать вручную. Вызволять людей планируют по одному. Через трубу большого диаметра, которую специально для этого прокладывают. Что вызвало обрушение, пока не сообщается. Известно, что это горный район, где часто происходят обвалы и оползни. Мы роем путь внутрь. Если на пути попадется балка, ее приходится пилить. Крупные камни разбивать вручную. Это непростая задача. Продолжаем эфир. Чиновники Костанайской области несколько месяцев не торопились с выплатой субсидий агрария. Управление сельского хозяйства возместило крестьянам больше трех миллиардов тенге, но только после вмешательства прокуратуры. Специалисты вместо двух недель почти полгода рассматривали заявки. С мая месяца на рассмотрение находились более 800 заявок сельхозтоваропроизводителей. При том, что в бюджете имелись средства для их выплат. В бюджете имелись 3,3 миллиарда. По нашему акту надзора по 750 заявкам сельхозтоваропроизводителей выплачены инвестиционные субсидии на сумму 3,3 миллиарда тенге. Речь идет о субсидиях, которые положены на приобретение новой сельхозтехники. Таким аграриям государство по закону компенсирует часть затрат. Однако уже позади уборочная кампания, а аграрии так и не получили обещанные выплаты. Деньги перечислили только после вмешательства прокуратуры. Правда, наказать за волокиту никого не удалось. Руководители управления сельского хозяйства и его заместитель были уволены в августе. Сейчас Акимат области направил заявку в Минсельхоз с просьбой выделить денежные средства на погашение долгов по ряду других субсидий. Жители поселка Актас в Карагандинской области жалуются на плохое отопление с начала октября. В домах всего 10 градусов тепла. В чем причина, узнавала Людмила Батюшкина. С начала октября жители двух кварталов Актаса ждут тепло. У многих квартирах по 10-12 градусов, говорят жильцы. При этом в Акимате уверяют, что котельная работает как положено. Морозов таких не было, а дома уже холодно, мы сидим на обогревателях. Ну это же невозможно. А сейчас мороз пойдет, что делать? А потом опять проводят. Свет не выдержит, у нас провода все погорят. Одним словом, в Актасе блокада. Все, больше никак нельзя назвать. Котельная обогревает 18 многоэтажных домов. Она государственная на балансе отдела ЖКХ Сарани, но передана в доверительное управление индивидуальному предпринимателю. Кочегары признаются, что с начала отопительного сезона котельная работала на двух аварийных котлах. В ноябре их наконец заменили, сейчас подключили третий. Но тепло продержалось. Всего один день, жалуются люди. Отдельной трубы для отдельного дома нет уже. Это же как вена же, вена человека. Вена есть, вене он циркулируется. У тебя где-то что-то отнимается, значит у тебя там вена забита или что-то там было. Надо врачу обратиться. Здесь есть соседи у вас, которые некоторые батареи в советское время не поменены. Однако жильцы этого дома показывают, что у них вся система отопления новая, а тепла всё равно нет. И причина якобы в некачественном топливе. Но управляющего котельной не убедить. Он уверяет, что выполняет все требования и даже перевыполняет. Недогревы, по его словам, были только пять дней. У нас были проблемы, допустим, с природными явлениями такими, как дождь. Машины не могли спуститься в карьеру и привезти топливо. Потом одна из проблем, потому что подрядчик чуть-чуть задержал котлы нам. Два котла было. Вот сейчас третий котёл подсоединили на дня. Сейчас три котла в работе. У нас четвёртый в ожидании. Скидку мы сделали. Люди ждут отопления, как в городе. Но в селе так не бывает, говорят чиновники. Потому что котельная – это не ТЭЦ. Это та же печка, которая не может поддерживать всегда одинаковую температуру. Подрядчик не даёт гарантию, отмечая, что даже новое оборудование может ломаться. По требованиям же СанПен температура в жилом помещении должна быть не ниже 18-20 градусов. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. Жители населённого пункта близже с Казгана жалуются, что им перекрыли въезд на трассу. Улицу полностью оградили дорожными отбойниками. Люди возмущены самоуправством чиновников. Теперь им придётся терять время на объезд. Неудобно добираться и до школы. Мы, жители посёлка Комбинатский, мы против закрытия заезда во дворы, в наши дворы, потому что мы зимой не можем выехать с этих дворов. Мы лопатами снег гребём. Нам всё здесь перекопали. У нас раньше здесь был и асфальт всё было. Мы проезжали спокойно. А сейчас мы ездим по глине, по грязи. Акимат у нас разрешение. Никакого не спрашивал у жителей. В отделе ЖКХ говорят, что ограждение установили, чтобы облагородить город и для безопасности населения. Оно будет длиной в 2,5 километра. Закончатся работы к концу года. Это у нас посёлок Комбинатский. Там полностью будут все меры соблюдены, дорожная безопасность. И никаких препятствий не будет. Будут установлены знаки, предупреждающие заезды. Всё больше казахстанцев не спешат вступать в брак и создавать семьи. В последние годы эта тенденция набирает обороты. Интересно, что мужчин, никогда не состоявших в браке, больше, чем женщин. По данным Бюро национальной статистики, в стране почти 2 миллиона человек имеют статус холостяка, тогда как потенциальных невест на 133 тысячи меньше. Эльмира Ержанова узнавала о причинах нежелания создавать семью. Бюро национальной статистики выяснило, что больше всего незамужних и неженатых казахстанцев живут в Туркестанской области. Холостяков там свыше 250 тысяч, а потенциальных невест почти 230 тысяч. Аналогичная картина в Алматинской области, а вот в Атырау зафиксировано меньше всего неженатых – 59 тысяч. Мало свободных женщин в северо-казахстанской области – 45 тысяч. Социолог Жанна Джандосова считает, что такая статистика напрямую связана с финансовым и социальным положением населения там, где оно лучше и браков больше. В тех областях, где больше бедного населения, где больше людей, которые не способны, то есть, может быть, они сталкиваются с тем, что у них нет же своего жилья, у них нет работы. И это очень трудно завести семью и, допустим, сделать предложение девушке, чтобы она согласилась выйти за человека, который не работает, который не в состоянии эту семью содержать. И если во всех регионах страны свободных женщин меньше, чем мужчин, то исключением стал Алматы. Там почти на 230 тысяч незамужних приходится 189 тысяч холостяков. Кстати, на вопрос, почему казахстанцы не спешат связывать себя узами брака, многие из запрошенных ответили, что причина, скорее всего, в недостатке денег. Может быть, хотят как-то образование, карьеру и только потом семья, дети, все такое. Это материальная нагрузка, потом физическая нагрузка каждый день. Зарабатывать надо будет, тянуть семью, должен быть достаток хороший. Обеспеченные родители должны быть, жилье должно быть в первую очередь. Многие делают, наверное, карьеру, я так думаю, сначала в первую очередь. Хотят встать на ноги, а потом уже жениться, я думаю, так, наверное. Или хотят как бы насладиться жизнью, может быть, даже путешествовать. По мнению социологов, в стране нужны жилищные программы, а также молодежные, которые бы помогли желающим трудоустроиться. Это улучшит материальное положение, но не всегда проблема нежелания жениться или выходить замуж связана с деньгами. Некоторым людям привычнее жить в одиночестве, а у кого-то просто нет времени на поиски своей половины. В США в Белом доме представили рождественские декорации. По традиции на Рождество резиденция президента распахивает двери для экскурсий. Первыми гостями стали представители прессы. Их лично встретила супруга президента Джилл Байден. Волшебную атмосферу в Белом доме в этом году создают 98 елок, 140 тысяч фонариков, почти 60 тысяч елочных игрушек и 15 тысяч метров цветной ленты. А в парадной столовой разместился макет Белого дома, собранный из мармелада и имбирных пряников. В общей сложности для туристов откроют около 100 помещений Белого дома. Ожидается, что их смогут посетить не меньше 25 тысяч человек. Почетными гостями президентской Читы станут члены семей погибших военнослужащих. Их имена на елочных игрушках. Идеи декорации навеяны детскими воспоминаниями, ожиданием чуда в праздничный сезон. Это чистая, ничем не омраченная детская радость. И это впечатление отражено в каждой комнате.